Всем привет, друзья! С вами Realize. Вот и вышло очередное обновление. Как ни странно, в этот раз оно получилось очень годное. Добавили много полезных функций, исправили много ненужных багов. Но сегодня не об этом. Я хотел бы поговорить о новом типе камней, который называется лучиид. Как он выглядит, какие он дает статы, где его можно выбить. Итак, начнем с того, где же можно выбить этот камень. Этот камень падает исключительно на волшебной площади, начиная с четвертого этажа. Как вы видите, он уже есть в дропе. Но я бы не стал записывать этот видеоролик, пока не выбил бы этот камень, чтобы точно убедиться, где же его взять. Изначально он падает вот в таких вот сундуках. Я стоял на разных этажах. Два часа я фармил площадь тренировочную, там ничего не падает. И я подумал, раз это имеет отношение к демоническому камню, то пойду-ка я в магический зал. Прихожу в магический зал, выдаю прокаст, и с первым мобом мне выпадает один из таких сундуков. Обратите внимание на статы, какие они высокие. И при этом этот камень необычный. Поэтому, если вы хотите выбить этот камень, то вам нужно фармить четвертый этаж площади и выше магический зал. Но даже когда вы выбиваете этот камень, вы пока что не можете его использовать, поскольку для этого вам необходим подвиг башни сосредоточения 12 уровень. Для того, чтобы получить хотя бы 11 уровень, вам уже нужен 80 левел. Поэтому, как минимум, уровень вашего персонажа должен быть 80, а то и выше. К сожалению, я не знаю условия апа на 12 уровень данной башни. Возможно, там нужен еще выше уровень персонажа. Поэтому, если у вас хорошо прокачаны подвиги, обязательно напишите, какие условия необходимо выполнить на 12 левел. Но даже если у вас нет 80 уровней и он будет у вас не скоро, я советую все равно выбивать эти камни. Потому что уже сейчас их можно использовать в объединении. Данный камень получил отдельную ячейку, которая называется Лучит. Она абсолютно такая же, как и все предыдущие ячейки. Имеет уровни хорошие, редкие и эпические. А также имеет свою эпическую таинственную гурильницу. И при 25 неудачных синтезах синих Лучитов вы гарантированно получаете красный. Выбрав сундук, мы нажимаем источник и смотрим, что он падает на 4, 5 и 6 этаже. А также можно его приобрести на рынке. Давайте нажимаем использовать. Сразу открываем два камня и смотрим, что же у нас получилось. Вот у нас новый камень. Снижение уронов по ВП 1,3%. Снижение уронов от босса 2%. И ускорение добычи тоже 2%. Здоровье он дает 150, маны 50, уклонение 6. Также обратите внимание, что Лучииты невозможно зарегистрировать в кодексе. Ну, по крайней мере, на данном этапе игры. Поэтому на данный момент вы можете оставлять более-менее какие-то хорошие Лучииты, например, на сбор у себя в хранилище. И когда вы получите 12 уровень башни сосредоточения, то тогда вы используете этот камень. Все остальные камни низкого грейда я рекомендую вам объединять для получения более сильных камней. И в дальнейшем вы будете их использовать у себя на персонажа. А на этом, пожалуй, все. Теперь вы знаете, где выбить камни и для чего они нужны, и когда их можно будет использовать. Мы же с вами увидимся в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok